Есть московское землячество, тульское из Казани, киевское, нету, а одесское землячество есть везде, в Израиле, в Германии, в Лос-Анджелесе, в Канаде, в Австралии, где угодно, даже в Санкт-Петербурге. И, кстати, в Москве тоже есть филиал. И в Москве есть филиал, и везде. И главный балабуст Миша Жвнецкий живет в Москве, но он все равно, мы его любим, как одессит. У меня недавно было 86-летие. 86 лет, это невероятно. И Костя пришел ко мне на день рождения, вот в этой вот красной шляпе. С девушкой? Ты пришел как раз в этот раз без девушки. А, да. Девушка тебя обманула, бедула. Ну, может быть, да. И всем понравилась очень эта шляпа. И когда спрашивали, для чего дырки, никто не мог ответить. А я ответил сразу, что это для того, чтобы продувало мозги, которых немного. Боря, какой ты умный у меня вообще. Это невероятно. Ну, вот что значит человек, причем, он родился в Одессе, но его потом увезли. И он попал во Львов, но неважно, там сложная история с военной оккупацией и прочее. Но этот человек, заслуженный тренер по настольному теннису, подготовил 6 миллионов чемпионов мира. И вот буквально недавно в Лас-Вегасе проходил чемпионат мира для пожилых людей, преклонного возраста. Ну, типа меня, Бори там и других людей. И Боря там тренировал, и тоже он был чемпион. Шаник, дорогой, иди сюда ко мне. Знаменитый. Знаменитый. Еще более знаменитого папы Ашмянского. Привет. Деметра. Окей. Это сын известнейшего одесского музыканта, господина Ашмянского. Шан Ашмянский. Вот он после работы случайно зашел здесь. Я надеюсь, вы с кларнетом? Вот он есть. О, так мы таки шо-то сможем таки сыграть. Вот. И мы можем сделать это прямо сейчас. Доставайте вашу эту вот. Можешь с ней, доставайте эту субботу. Я приехал в 93-м году в Лос-Анджелес. И буквально сразу же познакомился с человеком, которого зовут Женя Кричмар. Это человек, который написал одну из самых популярных песен в Одессе. «Моя Одесса» или «Пахнет морем», как ее знают многие люди. Она известна в исполнении Миши Шуфутинского больше. Но сначала я услышал ее от самого Жени. И мы много лет провели вместе. Я помогал ему делать аранжировки к его песням. Он написал много песен, стихов и прозы об Одессе. Но вот эта песня, ее знают все одесситы и не только одесситы. Мы сейчас кусочек буквально изобразим этой песни. Женя ушел от нас в мир другой. И мы все его помним и каждую годовщину. Это 10 апреля, да, Баренька, если я не ошибаюсь? Он умер в 10 апреля. Кусочек его песни буквально. Пахнет морем. Пахнет морем. И луна висит над самым лонжероном и каштаной. Тихо шепчется с бульваром полусонным. Невесомо серебрится в ночи южной панорама. Спят фонтаны, занавешены фруктовыми садами. От бульвара, внизу лестница сбегает прямо к борту. В луном парке обсуждаются и браки, и аборты. Натюрморты, те, которые в Аркадии на пляже Не покажут в знаменитом ленинградском эрмитаже. Нет Одессы без привоза и без нового пожара. Там открыты покупатели и матом, и загаром. По бульварам пьяный запах распустившейся сирени. И трамваи пробивают себе путь в листве весеннем. Над причалом маяка огонь и лес портовых кранов. В море чайки, а над ними гордо кружатся бакланы. Рестораны осветили побережье огоньками. Звон стаканов и поет гитара про Одессу маму. И в загранке я тебя всегда по памяти рисую. Молдаванку и бумажную родную мостовую. И перецы, пробудившийся от первого трамвая. И как прежде, я по солнечному городу шагаю. И перецы, пробудившийся от первого трамвая. Ну да, и как в детстве, я по солнечному городу. И по детстве, я по солнечному городу шагаю. Стой, стой здесь. Стой, иди сюда. Стой, иди сюда со мной. Так, это Рена. Это дочка администратора Одесской филармонии. Регина. Бывшая Снегурочка. Регина. И вот она была с Негурочкой. И когда-то там, сколько лет назад, я ее на тут, на горбу носил в филармонии по сцене. Что выросла, то выросла. Эти Одесситы по всему миру. Маме привет большое. Пока дорогая. Значит, я знал Женю Кричмара. Вот песня, которая прозвучала, который был очень талантливым мальчиком. С 1947 года, извиняюсь, сразу после войны, через год, они поселились в нашем доме. В Одессе по улице Ремесленная, она была уже и Тарла, и последняя была Осипова. И, значит... Короче говоря, это у меня. Я отключу. Значит, я жил с мамой там. После эвакуации вернулись. Женя жил в одном флигене со мной на четвертом этаже, а я на первом. Они были... Семья их не была, очень такая заможенная семья, потому что отец работал завкафедрой виноделии Одесского сельскохозяйственного института. Вот. И на заочном отделении, где учились в основном из Молдавии вот эти председатели колхозов, совхозов, директора, им нужно было получить образование. И, в общем, короче говоря, папа уходил с пустым портфелем, а приходил с портфелем, полным, так сказать, государственных денежных знаков. И плюс ко всему еще корзинки с продуктами и там напитками разными и все. Значит, Женя был очень полный парень. У него даже кличка была такая. Его называли жирный кабан. И в школе над ним издевались. Я был старше немножко. И был такой хулиганист. И я у него, вот как теперь называется, тогда у нас не... Я у него был крыша. То есть, если... О, я его защищал от издевательств, от побоев и так далее. За это я получал хорошие бутерброды с едой. И я имел, что покушать. Потому что 67-й, 60... Извините, 47-й, 49-й год... 45-й, 46-й, 47-й годы были очень голодными годами. А я ходил заниматься боксом в детскую спортивную школу с моим другом, большим другом. Он и был другом Жени, Игорем Докторовичем, который сейчас в Сан-Франциско здесь живет. Мы занимались боксом. И нам в пятницу всегда домой отдавали перчатки, чтобы мы их высушили, чтобы мы их подшили, чтобы они выглядели хорошо. И когда мы ему приносили эти перчатки, Игорь Докторович, у него кличка Доха была. Доха клал перчатки у меня дома, потому что его родители запрещали ему заниматься этим бандитским видом спорта. Когда жильцы дома собирались после работы, и садились на балконах, и все, я свистел с четвертого этажа, выглядывал испуганно Женька, и сбегал вниз. И он был у нас как бы груша живая, и мы его тусовали. Ну, не сильно, конечно. И вот в один прекрасный момент я его ударил снизу апперкотом, вот сюда под бродом, от Доха его ударил сюда, и он упал. Упал, мы его подняли, испугались, конечно, но это было ничего, он там спотыкнулся, оказывается. Но после этого он начал сочинять стихи, и как он потом насвистывал, даже песню. Значит, и мы теперь с Доха считаем, что мы вдвоем, так сказать, открыли его талант, помогли выйти этому таланту наружу. Но только вот мы не можем решить, чей удар пришелся, который, так сказать, сыграл роковую роль в том, что он стал таким талантливым парнем. К сожалению, да, мы встретились здесь с ним в 78-м году в Америке, и, конечно, встреча была очень такая яркая, потому что друзья. И организовали здесь, значит, в 80-м году организовали клуб, который назывался «Одесса Малая». Мы с Женей учились в 39-й школе, в бандитской школе бы такая. И в этой школе, и мы здесь встретили много ребят наших, соучеников из одной и той же школы. И вот мы решили, начала выходить газета «Панорама» здесь на русском языке. Мы дали объявление, что все ученики 39-й школы, и все люди, которые иногда проходили именно этой 39-й школы, и обладают чувством юмора, и любят Одессу, просим прийти. Тогда-то, тогда-то, и тогда-то было французское одно кафе, в котором мы собрались и провели первый вечер, так называемый, 39-й школы. И собралось 69 человек, наших соучеников из одной школы. И вот там организовался у нас этот клуб, который мы называли «Одесса Малая». Значит, Женя писал много песен, стихов, рассказов. Он был даже художником, он рисовал, писал картины. Он чеканку делал. В общем, был очень талантливый парень. И, к сожалению, вот 10 апреля, уже три года прошло, он ушел от нас. Мы, конечно, скорбим. И с Костей всегда, в даты, когда он рождается, родился, когда он ушел из жизни, мы делаем ему, так сказать, о нем передачу.